Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Середина сентября, так мы не можем дождаться никак бабьего лета, хотя потеплело, но все равно каждый день идут дожди. Дело у нас запланировано на осень очень много по пересадкам растений. Здесь из старых клумб. В ракаре я засаживаю растения, пересаживаю растения из разводной грядки, что-то опять прикапываю наоборот в разводную грядку. В общем, дел много. К сожалению, полноценно поработать нам не дает каждый день идущий дождь, хотя и не сильно, но все равно каждый день. То есть у нас и глина влажная, но уже об этом я говорила, но самое главное, что мы мочимся, но все равно работаем. Я уже кололся, но продолжал есть кактус, это все про нас. Здесь, кстати говоря, сейчас заодно покажу дармиру. Сегодня будет видео, у меня такое что-то вроде бродилки, что вижу, то пою. Здесь я сейчас выбираю тренисканцию, покажу сейчас какие-то наросли корни. И покажу дармиру. Дармиру я давно не показывала. Сейчас, как я уже сказала, середина сентября. Вот так выглядит дармира. Сейчас в середине сентября уже начали темнеет листики. Какие-то листики стали даже некрасивыми, но в целом все равно она смотрится неплохо. Она совсем не пострадала в этом году от жары, в отличие от хвост. Вот это ее состояние, это нормальное состояние для осени. Здесь на этой стороне больше солнца, а с этой стороны солнце меньше, но вот какой-то есть некрасивый листик, но в целом смотрится дармира неплохо. Красивое растение, создает хороший объем в клумбах. И, как я уже сказала, все лето она выглядела очень симпатично, без каких-либо пятен, повреждений, ожогов и так далее. И здесь, в этой клумбе я сейчас занимаюсь тем, что убираю здесь тренисканцию. Тренисканция здесь росла у нас около десяти лет, она стала просто огромной. Тренисканция с салатовыми листьями и бледно-голубыми цветочками. Здесь очень большая куртина была. Замучилась я ее выкапывать, пришлось спросить мужа мне помочь. Совсем небольшие фрагменты я прикопаю в разводную грядку, возможно, пригодится где-нибудь еще. А сюда буду сажать леатрис колосковый. Вот леатрис я уже выкопала, уже он отсветает. Я выкапывала очень аккуратно, но корней мало. Здесь это целая тачка у меня именно трагисканция. Резала лопаты на фрагменты, потому что целиком было вытащить невозможно. Вот такие здесь корни. Здесь когда-то мы еще стелили нетканый материал, так что видите, какие корни. Сначала я все листво ободрала, а потом уже выкапывала. И заодно откопала здесь спирейку, потому что все поперепуталось, спирейка не сосеялась уже в куртине трагисканции. Так что вот такая вот маленькая спирейка я ее сейчас тоже куда-нибудь пристрою. Хорошо цветут розочки. И здесь, и там в клумбе. С этой клумбой тоже нужно разбираться. Мы решили с мужем, что вот эту тую, брабан, которую я здесь сажала, потому что, как мне казалось, здесь не хватает вертикали. Когда-то, когда еще у нас каждый год отмерзала вейгела, сейчас вейгела там разошла. Сейчас подойду поближе покажу, что там я хочу пересаживать. Здесь вот розочка так цветет шикарно. И здесь пока не дошла до этой клумбы покажу еще раз. Хаканихлои, вот такая она огромная. С семнадцатого года она у нас растет, так что я планирую чуть позже ее поделить. И я думаю, что получится много. У меня куртинок отдельно отсажу в разводную грядку. В следующем году можно будет предлагать. И сейчас дойду покажу, что там. Смотрите, здесь у меня полностью закрылся проход. То есть дорожка вот эта из камней, которую мы здесь делали специально для того, чтобы можно было проходить между двумя клумбами, совсем закрыла Хаканихлоя. Такая она красавица. И вот, что я имею ввиду. Вот смотрите, здесь вейгела варигата. Росла у нас она лет 15 уже, наверное, даже не в 2008 году, а раньше мы ее покупали. Она у нас отмерзала каждый год. Росла она вот туда, ближе к той части клумбы. Мы ее сюда пересадили, когда купили вот эту вейгелу пурпурную. И обе эти вейгелы у меня каждый год обмерзали. Я уже много раз это говорила. Мы их укрывали и не укрывали. По-разному все равно обмерзала. Буквально последние 2-3 года вот так она наросла и обмерзала совсем немножко. Уже только верхушки, только молодые, неодревесневшие побеги обмерзали. Так что она вот здесь такой объем набрала и даже закрывает. Здесь у меня хост. У меня здесь очень красивая хост растет. Сейчас ее не видно совсем, потому что я закрыла здесь и вейгела, закрыл молоча и так далее. Вот эту красивую хосту я буду пересаживать в ракарий. Она невысокая, очень симпатичная. Я при монтаже вставлю фотографию этой хосты. Она очень красивая. Тоже буду ее делить. И вот эту тую-барабант мы сажали сюда около 5 лет назад, потому что в этой части клумба мне не хватало объема. Там достаточно большой объем дают можжевельники, туя, ива. И здесь, как мне казалось, не хватает объема. Поэтому посадили сюда тую-барабанта, и планировали ограничивать ее в росте. Но сейчас мы все-таки решили ее отсюда пересаживать. Заодно пересадим и хосту. Спасибо большое всем, кто помогает мне разобраться с сортами гортензий. Мы будем продолжать еще в следующем году. Они будут подрастать. Будет более понятно, какой сорт. Я купила торф кислый, купила удобрения для гортензии. Так что буду подкармливать, буду увеличивать кислотность почвы. Заказала на озоне измеритель кислотности. Так что буду измерять кислотность. Покажу вам, кстати говоря, что это за прибор, когда уже получу. Хвалят, говорят, что очень удобный, без батареек и так далее. Так что буду пробовать измерять кислотность здесь на своих гортензиях и добавлять кислого торфа. Еще буду убирать традисканцию отсюда. Смотрите, как она вся развалилась, лежит. Планирую посадить сюда высокую остильбу. У меня прикопана в развадной грядке. Также здесь двух сторон от хоса посажена традисканция. Тоже разваливается. Тоже буду убирать. Начинают цвести розы. Попозже еще покажу, как они цветут. Это осенняя уже третья волна цветения. Вот это розочка. И здесь розочка бледно-розовая, белая в распуске, когда уже распускается. Сейчас она бледно-розовая. Когда распускается, она становится беленькой. В этой развадной грядке я много чего уже пересадила. Пересадила практически все остильбы. Две оставила. Поделила и оставила. Это белая остильба. Выкопала сейчас леатрис. Еще у меня проблема. Не могу решить, куда сажать вот эту красивую волжанку. У нее очень красивый лист. Думаем, наверное, кручу. Она не высокая сама, но у нее очень высокие цветоносы поникающие. И здесь мне осталось разобраться, пересадить туи, которые я показывала недавно. Черенки. Здесь полынь шмидта. Эта полынь шмидта выросла такая огромная, из прикопанной маленькой веточки. Уколо 10 сантиметров веточка была. В прошлом году я прикапывала. Вот такая огромная. Я тоже хочу ее поделить. И тоже нужно будет ее отсюда пересаживать. И вот эта вот высокая остильба я как раз буду высаживать туда, где у меня растет трагисканция. В глубине напротив веранды. И здесь буковица, которую я в прошлом году отсаживала. Я ее оставлю, но может быть немножко подвину. И здесь у меня дармера. Еще из планов на эту осень. Здесь у нас с северной стороны участка растут елки, березы. Их здесь было больше значительно. Мы уже их пилили, корчевали. Несколько лет назад осталось здесь несколько елок, березы. Но мы решили все-таки сейчас их тоже убрать. Будем пилить и выгорчевывать. Хотим этот уголок высветлить немножко. И здесь у нас куча земли. Мы сюда сваривали, когда снимали землю в ракарии. После того, как уберем пни, как раз эта земля понадобится для того, чтобы выровнять. Посадим, возможно, сюда тую, пробант и черенки невысокой западной туи, которую как раз только что я показывала в грядке. Здесь получится такой хвойный уголок у нас. Но что-то, может быть, еще досадим. Хотим привести здесь этот уголок в порядок. В ракарии я уже много чего насажала. Так что думаю, что уже больше осенью ничего высаживать не буду. Я заказала еще несколько хвойных растений. Скоро, наверное, буду получать. Но тоже буду прикапывать их пока в разводную грядку. Там маленькие хвойные растения будут. И заказала несколько роз красивых. Тоже буду пока прикапывать в грядку. Место в грядке освобождается. И пустым оно не останется на зиму. Конечно, найду, что прикопать в эти разводные свои грядки. Но вот так выглядит ракарий. Скоро начнем отсыпать все камнем. Тоже буду все показывать. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Хорошего настроения. Хорошей погоды. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok